Делать, думать и говорить одно и то же Это кратчайший путь к достижению цели и девиз нашей программы Вы смотрите Лобби Холл на Ветте 24 Меня зовут Станислав Уланов Часто с гостями нашей программы мы здесь говорим о цифрах И сегодняшняя программа не станет исключением Но говорить о цифрах мы будем преимущественно применительно к цифре Потому что в гостях у нас заместитель председателя правительства Пермского края По вопросам информационного развития связи, туризма и молодежной политики Алексей Черников Алексей Леонидович, здравствуйте Здравствуйте Ну вот и первый вопрос, как собственно в преамбуле к зрителям заявил Будет полон цифр Есть у нас концепция цифрового развития Пермского края Или развития цифровой экономики Пермского края до 2024 года Она прописана Так вот к 2024 году планировали мы в 2017-2018 годах Что у нас будет 4% в экономике занимать ИТК, по-моему это называется в концепции В общем это предприятие как раз IT сектора Вот эта цифровая экономика К текущему моменту с учетом в том числе Вот этой вот сложившейся сейчас ситуации Не самой понятной даже можно сказать Что мы имеем и как по-вашему вот эти 4% Насколько они вообще реально осязаемы Мы с вами уже встречались ранее Рассказывал как раз не про концепцию, а про стратегию То есть если раньше была написана концепция То в дальнейшем разрабатывается обычно стратегия Которая конкретизирует, что мы хотим сделать И действительно там прописаны проекты Которые будут реализованы в 2022, 2023, 2024 год По 18 отраслям И это порядка 92 проектов 20 из которых федеральные Федеральные это проекты, которые делаются За счет федеральных средств А мы в них интегрируемся с точки зрения региона Вот оставшиеся 72 ТЭК, которые нацелены На цифровую трансформацию этих 18 отраслей Отрасли у нас различные И то, что мы сейчас собираем данные По сектору, IT сектору Пермского края Так как Росстат и информация, которая собирается Обычно приходит за опозданием То мы напрямую работаем с компаниями Которые яркими представителями являются По итогам 2020 года это было 65 миллиардов рублей По итогам 2021 года мы недавно делали подсчет Для выступлений, которые проходят тоже у нас От лица Пермского края на федеральных площадках Это 75 миллиардов С точки зрения ВРП, внутреннего валового продукта региона В 2020 году это порядка 4 процентов А уже в 2021 году это порядка 5 процентов Данные мы точно можем подтвердить чуть позже Но могу сказать, что отрасль развивается Судя по цифрам, мы понимаем, что Многие участники этой отрасли Помимо классического программирования Создание средств для автоматизации производства Создают и программно-аппаратные комплексы То есть там, где есть оборудование В виде контроллеров Которые программируются и ставятся уже в технологический процесс Эти участники тоже относятся к сектору ИТ Ну, еще есть и креативная индустрия Я думаю, мы в будущем с вами об этом поговорим Мы тоже их там считаем Безусловно, обсудим Цифры хорошие Что касается текущей ситуации Опять же, если отталкиваться от цифр, они неплохие Но есть, мне кажется, потенциал Потому что многие ниши, в том числе в ИТ Открываются для наших предпринимателей И потребности есть Возможность сотрудничать со всей заграницей нет Наши предприниматели, айтишники, готовы Импортозамещением заниматься сейчас такими форсированными темпами Не то, что готовы Мы даже их не просим Об этом они сами эту волну ловят Вот недавно проходили в первые дни пермского бизнеса И мы сделали новый формат Формат роуд-шоу Компании, айти, которая представляет Программные продукты Это было хорошо сделано Я лично поприсутствовал на всех докладах Обычно представители ИТ-компании считают Что правительство разбирается во всем И может только из заголовков суть дела понять Я думаю, что правильно делать другим образом То есть погружаться Особенно в формат роуд-шоу Когда быстро идут выступления Ты суть уже понимаешь Компании много И на удивление компаний, которые там представляли свои продукты Они уже сами говорят Мы представляем продукт для импортозамещения Все, например, знают программные продукты Которые представляют офисный пакет Вот тот же Microsoft Project Который планирование выполнения работ Компании пермские предлагают импортозаместить это направление И это очень радует Что они предлагают хороший, качественный, интересный, красивый продукт И таких примеров много Мы помогаем, конечно, пермским компаниям В частности, зарубежные командировки И выезды общения с другими странами Которые бывают у правительства Недавно губернатор Дмитрий Николаевич Махонин Выезжал за границу Мы снабжаем эту информацию Для того, чтобы там были представлены компании И имеют свой положительный результат Потому что на таком высоком уровне Естественно, мы рекомендуем только хорошее самое решение И заказы у компании растут То есть, по сути дела, происходит переориентирование С европейских рынков на азиатские И на внутренний рынок Там, где потребность у производства возникает В связи с уходом компаний Которые предоставляли импортное программное обеспечение Им нужны уже отечественные аналоги И они ищут у себя внутри региона И такие примеры есть Когда компания представляет продукты решения Рядом сидит представитель промышленности И они прямо сразу же на совещании Обмениваются контактами Для того, чтобы закрыть вопросы Которые сейчас актуальны для производственников Как помогаете, если вдруг Вот этой инициативы, что называется На местах нет, но желание есть Можно куда-то обратиться Какие-то информресурсы, может быть, у вас есть? Совершенно верно, есть Сделали телеграм-канал Партнеры МИРС Спросили у представителей Которые Нужна ли вам эта точка коммуникации То есть, по сути дела Не всегда можно получить прямые контакты Со стороны заказчика Понятно, потому что компаний много И отвлекаться там на постоянные предложения Которые не факт, что им нужны Есть время на это А компании, которые готовы предложить Определенное решение Они разрабатывают новый продукт И им бы хотелось им подсветить Поэтому в данном случае Министерство информационного развития и связи И подвед центров информационных развития Как раз изъявляется эта точка коммуникации Когда промышленники Уступают с определенным заказом Что им необходимо А предприятия на этот заказ могут реагировать И наоборот То есть, когда они показывают, что у нас есть интересное решение Мы это публикуем Если появляется интерес, мы уже Их стыкуем между собой И там продолжается диалог Алексей Леонидович Немаловажный вопрос безопасности Все мы интегрируемся И персонально, и компанией В цифровую среду На примере телекомпании ВЕТ Могу сказать Некоторое время назад Наши интернет-ресурсы И, насколько я знаю Ресурсы наших коллег Подвергались дидос-атакам С разных территорий Не только с территории России В том числе Ввиду текущей внешнеполитической обстановки Учитывая Тут, наверное, вопросы со стороны бизнеса И со стороны граждан Я точно знаю, что все мои данные Естественно, на многочисленных Государственных ресурсах представлены Насколько чувствуете себя в безопасности? Насколько наша цифровая экосистема Государственных сервисов защищена? Мы постоянно проводим оперативные штабы По поручению правительства Российской Федерации Такие штабы созданы в каждом регионе По кибербезопасности В которых участвуют ключевые представители Органов власти, которые содержат информацию О которых вы говорите И те, которые предоставляют сервисы Ну и представители крупных предприятий Также силовых структур и так далее Мы отмечаем с февраля месяца Достаточно значительный рост Таких дидос-атак Ну в 10 раз превышение То есть если по 3 месяцам Начиная с февраля Их там больше миллиона Для этого есть шалонированная система защиты Которая начинается собственно С магистральных операторов У которых есть свое оборудование Значит на том уровне фиксируются Где идут атаки Отсекается поток Дальше уже есть соответствующие фаерболы Которые уже систему защиты Более крепкую представляют С точки зрения преткновения в базы данных И возможности там доступа К несанкционированию К этой информации У нас оборудование все отечественное С точки зрения защиты И мы очень плотно работаем С службой ФСТЭК Которая как раз выдает определенные коммуникации Могу сказать что у нас Были перебои определенные С доступом сайта И краевого сайта Это в целом по стране происходит Иногда приходят сообщения Что сайты федеральных ведомств Ну это отключение там Не продолжительные Где-то там по 30 минут могут быть Мы просто отрубаем доступ Для того чтобы поток запросов Он отсекался И нам давал возможность Нормально внутри подготовить Систему к ее открытию внешнему Для того чтобы Та информация которая размещается На сайтах услуги сервиса Были в дальнейшем доступны Для граждан Эта ситуация будет продолжаться Потому что для нас Целенаправленно обратили внимание Хакерские группы и так далее Запросы идут из разных уголков планеты Поэтому мы приспосабливаемся Применяем меры Рекомендации новые Которые к нам постоянно приходят Поэтому к этому нужно Значит следующим образом Если видите что сервис По каким-либо причинам Недоступен Надо немножко подождать И все будет хорошо Ну вот у меня накануне буквально Супруга регистрировалась Какие-то операции на одном из Госсервисов совершала Пишет мне Скан паспорта просит загрузить Как ты думаешь Насколько это безопасно? Я ей сказал что безопасно То есть правильно ответил получается Госуслуги с приставкой Гос Которые у нас идут Там работают мощнейшие системы И мы понимаем Что следующий шаг Который у нас будет Это сбор данных Для усиления Аутентификации Это и биометрические данные И это да Наше будущее Во-первых это упростит задачу С точки зрения авторизации И очевидно что Многоступенчатая система проверок Будет в полной мере Исключать возможность Подложного доступа Поэтому это наше будущее К ним нужно идти Вот кстати о будущем Насколько Некоторые люди испытывают Некий стресс Даже возможно Ввиду того что Вся наша жизнь Она так или иначе Цифровую трансформацию Проходит Вот если даже взять Систему образования Ведь вот эта Система основанная На искусственном интеллекте ЭПОС Она настолько плотно Уже интегрировалась туда Ну и учителя Я так понимаю Положительные высказывают По этому поводу мнения Откуда вы знаете Эту информацию Из личного Так сказать Общения с педагогами Вот И это очень круто Почему? Потому что Они на практике Понимают Что элементы Искусственного интеллекта Элементы Программирования Которые присутствуют В таких программах Существенно облегчают жизнь Вот пример Который вы приводите С ЭПОСом Электронная пермскообразовательная система Был проект Связан с тем Чтобы можно было В автоматическом режиме Составлять расписание Ведь раньше Когда за месяц До начала учебного процесса Доставали ватман Расчерчивали И потом всем коридорчики вывешивали Где это расписание Потом подтирали Записывали Сейчас естественно Все перешло в цифру И возможность составить расписание С возможностью доступа Аудитории Если какая-то аудитория В ремонте находится Ее емкости Сколько там учеников может быть Удобство для учителей Чтобы было меньше окон Кто-то заболел Кто-то замещающий Репетиционные Специальные учебные занятия Это все учитывается И алгоритм Как раз предлагает Более оптимально Выставить это расписание Сегодняшний день В пилоте Порядка 50 школ Дальше мы планируем Что будет Тиражировано На крупные школы И на все остальные По региону И будет очень удобно Пользоваться этим Расписанием И учителям И тем Кто находится В образовательном процессе Алексей Леонидович Еще один вопрос Немаловажный Считаю Мы периодически говорим И слышим О том Что наши айтишники Востребованы Не только В Пермском крае И их продукция Не только в России Но и за рубежом Ну вот Робототехников наших Поминали Но у них с маркетингом Лучше всего Как мне кажется Потому что Очень много сообщений было Что наши роботы И тут И там Но тем не менее Так ли это Вот действительно Можно ли говорить о том Что тот же самый выход На азиатские рынки О котором вы говорили Это такая реальная перспектива И наши айтишники Могут там Серьезную конкуренцию Местным Каким-то производителям Программных продуктов Составить Робототехника Она включает в себя Несколько составляющих Так как и программирование Где по сути дела Алгоритмы Движения Рук Головы Мимики И так далее И в этом У нас есть Мемоперские компании Которые этим занимаются И делают Существенные успехи Но там Есть еще И составляющая Связанная С физикой Движением То есть Комплектующей Которые там есть И внешним видом Вот если сказать Про элементы Внешнего вида Для вот Антропомортных Роботов Там используется Искусственная кожа Которая Приводится Специальными технологами К виду Очень похожему На Живого человека И можно сказать Что таких Лабораторий В мире Десять Одна из них Перми Вот масштаб Вам понятен То есть Куда будут обращаться Естественно Если хотят получить Качественный продукт В одной из десяти Лабораторий И с точки зрения Стоимости Работы Которые идут Это очень оптимально И действительно Обращения такие идут И помимо Скажем Ориентации На азиатский рынок Есть еще И заказы На российском рынке И сейчас Небольшой анонс Планируется Проведение Питерского Международного Экономического форума На котором Будет представлен Продукт Робототехники Пермских производителей Новый Новый Это кофейня С мороженым Дуняша Если вы такое Могли наблюдать В парке Парке Горького То ровно Такой же экземпляр Второй Будет обслуживать Посетителей Форума По моим Ожиданиям Количество Фотографий Сделанных С этим роботом Будет достаточно Большое Вот посмотрим Как это Разойдется В сетях Это очень хороший Маркетинг Края В первую очередь Понятно Понятно что Есть коммерческие Интересы Но всегда Когда ты получаешь Услугу Мы ее получаем Через впечатление И здесь уже Начинает срабатывать Экономика Впечатлений Ты хочешь Интересно Красиво Необычно Зафиксировать Рассказать Поделиться Со всеми И здесь Самый удачный Мне кажется Пример Когда это будет Популяризироваться Распространяться Главное Чтобы там Где-то всегда Постоянно Мелькало Что это Пермский край Пермский Производитель И тогда Будет совсем Хорошо Ну я у Дуняши Уже услугу В парке Горького Получал В виде Стаканечка Кофе У меня Дочка Немножко Испугалась Видимо Дуняша Настолько Натуральная Была Ну вот Взгляд У нее Мне кажется Практически Она полезна Еще и потому Что все Вот эти Процессы Трансформации Нельзя упускать Нужно быть в курсе Как минимум Чтобы следовать В ногу Со временем Потому Будем рады Видеть вас Снова В нашей студии Для зрителей Небольшой анонс Наша встреча Ожидается В самом ближайшем Будущем Еще одна Там мы будем Говорить На не менее Интересную тему Мы поговорим О креативных Индустриях Поэтому До скорой встречи В эфире Спасибо Что сегодня Были у нас в гостях Спасибо Вы смотрели Лобби-холл На Ветте 24 Сегодня у нас в гостях Был заместитель Председателя Правительства Пермского края По вопросам Информационного развития Связи, туризма И молодежной политики Алексей Черников Меня зовут Станислав Уланов До встречи На Ветте 24 Редактор субтитров А.Семкин